Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и управлением социальной защиты населения, о предоставлении ему и его семье государственной социальной помощи в виде денежных выплат, социальных услуг или жизненно необходимых товаров, топлива, продукты питания, обувь и одежда, медикаменты. Когда человек приходит на получение социального контракта, с ним вначале проводят тщательную беседу специалисты, выходят на дом, определяют потребности семьи, заключают договор, в котором написано, что, например, такие-то члены семьи должны в течение полугода найти работу или развить крестьянское хозяйство, фермерское подсобное какое-то. Для города это уже не так актуально, но, в принципе, приусадебные хозяйства тоже какие-то есть. К тому же адресная социальная помощь, как я уже говорил, единоразовая, а социальный контракт этой суммы побольше выплачивается в течение полугода. Но выплачиваются они не просто так, а человек должен реализовать какую-то программу своей социальной реабилитации, которая будет предварительно, то есть именно заключена в форме контракта, что управление социальной защитой обязуется оплатить такую-то сумму в течение раз в месяц, в течение полугода, а гражданин, в свою очередь, обещает там устроиться на работу или какое-то дело личное завести, или образование детям давать в течение этого, ну, за полгода, конечно, образование не дашь детям, но как-то их продвинуть. Сейчас Министерство труда и социального развития на своем сайте опубликовало анкету, желающие граждане могут предварительно ее заполнить, чтобы мы ее к следующему году рассмотрели.